Здравствуйте! Новости на канале ННТ в студии Патима Тханапова в этом выпуске. Коллективное осуждение депутаты Народного собрания высказали свое мнение о событиях в Махачкалинском аэропорту. Тысяча мусульман Дагестана молятся за Палестину. Наш материал об утреннем намазе в Центральной Джума-мечети. Еще три недели тепла. Синоптики прогнозируют в солнечный ноябрь. Албанское золото в аэропорту Махачкалы встретили победителя молодежного первенства мира по греко-римской борьбе. Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди принял участие во встрече с главой республики Сергеем Меликовым и руководителем Федерального агентства по делам национальности Игорем Бариновым. Участники диалога затронули вопросы межконфессионального согласия и единства взаимодействия с религиозными объединениями. В том числе коснулись и недавних событий в Махачкалинском аэропорту. Нам всем на самом деле очень приятно вместе с вами быть в одном коллективе, в одной, как принято говорить, команде. Потому что мы действительно должны понимать, что у нас на сегодняшний день единение всех нас, оно требует еще большего сплочения для того, чтобы мы всех наших внешних и внутренних врагов победили. Ну и вот, возвращаясь к этим событиям воскресным, хотел вас тоже поблагодарить за оперативную реакцию на то, что у нас происходит. Это бывает вот, то, что у кого-то есть внутри эмоции, они выплеснули, ну чуть-чуть грубо. Чуть-чуть грубо, но я думаю, можно это чувство привести, объяснить. Если кто-то просто, когда объясняют, не понимают, доходчиво объяснять, то же можно. На встрече также затронули тему строительства духовного центра имени пророка Исы, мир ему, который возводится между Махачкалой и Каспийском. Напомним, что работы начались в 2015 году по инициативе Мурти Дагестана. Как отметил духовный лидер, все идет по плану. И в 2024 году основные объекты уже будут завершены. На сегодня глава Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям республики после массовых беспорядков в аэропорту Уйтаж. Руководитель региона осудил поведение земляков вечером 29 октября. Он отметил, что это не красит благородных и гостеприимных людей, которые всегда были едины и дружны, независимо от своей национальности и вероисповедания. Дагестанский народ знает, что такое честь. Настоящий дагестанец не обидит ни женщину, ни ребенка, защитит слабого, предложит кровь и воду страждущим. Мы сильны своими людьми, своим народом, традициями, адатами, которые бережно храним, передавая детям и внукам. Дагестан сохранит приверженность традициям и никому не позволит их разрушить. Хочу еще раз обратиться к людям старшего поколения, лидерам общественного мнения. Удерживайте нашу молодежь от недостойных поступков. Ни к чему хорошему это их не приведет. Беспорядки в аэропорту Махачкалы обсудили и на очередной сессии Народного собрания Дагестана. Депутаты наряду с внесением нововведений в ряд законопроектов республики дали свою оценку событиям минувших выходных. Первым свое мнение высказал спикер парламента, затем представители фракции. Если коротко, все выступления можно резюмировать так. Боль Палестины понимаем, ребята поддались провокациям, акция готовилась проукраинскими и прозападными спецслужбами, а зачинщиков беспорядков надо наказать. Неконтролируемые действия толпы могли привести к повреждению вожденных судов и как следствие к авиакатастрофам. Считаю, считаю им все это грубейшим нарушением закона. Мы решительно осуждаем такое преступное, позорное, недостойное настоящих дагестанцев действие. И поведение. Правоохранительными органами задержаны десятки виновных. Вот спрашивается, чего они добились? Они помогли детям Палестины, народу Палестины. Они испортили себе жизнь. Украина и западные страны не видят успеха на линии фронта. И очередной раз они добиваются того, чтобы изнутри разжечь межнациональную, межрелигиозную рознь между народами нашей великой страны. Ну, наверное, нет такой республики, страны, в которой проживало бы столько этносов, национальностей, столько конфессий и мирно существовали и жили всегда в Дагестане. Ну, наверное, нет такого субъекта, как бы славиться гостеприимством своим и своими традициями, обычаями. Когда, порой даже, когда враг заходит домой, мы, соответственно, нашим традициям, мы его не трогаем. Утренняя молитва в мечетях республики – мероприятие, которое собирает сотни и тысячи верующих. В центральной джума мечети города Махачкалы каждый день в райние часы верующие собираются, чтобы совершить коллективные намазы, прочитать молитву за мир в Палестине. В продолжение темы сюжет Айшатухаева. Молитва в центральной джума мечети города Махачкалы в пять утра собирает большое количество людей. Не только из соседних, с центральной джума мечетью домов, но и других районов. В связи с последними трагическими событиями на землях Палестины, в театре республики Дагестан объявил коллективное дуа после утреннего намаза во всех мечетях нашей республики. Халла Всевышним Аллаху! С каждым днём число прихожан в мечети увеличивается. Читается коллективная молитва за всех мусульман. Особенно большое количество прихожан наблюдается в выходные дни. И отрадно видеть, как братья и сёстры приходят со своими детьми. И после коллективного намаза делается дуа за всех мусульман, особенно за братьев и сестёр Палестины. Мужчин больше, но без женской поддержки их в таком количестве могло бы тут и не быть. Сюда приходят с семьями, с детьми, но чаще с друзьями. Где-то за минут 15 раньше, до Азана, мы встаём. Созваниваемся с другом и вместе ходим на утренний намаз. Особенно с теми событиями, которые происходят в Палестине. Хочется чем-то помочь, сделать дуа за наших братьев в Палестине, которые страдают. Я встаю в 3-4 утра, стараясь пораньше, делаю омовение, читаю дуа и иду в мечеть. Дальше я пойду позавтракаю быстро, соберусь, пойду на море, немного позанимаюсь спортом и после этого уже пойду на работу. Ну я, во-первых, домой, обратно возвращаюсь, готовлюсь к учёбе, вещи собираю. И уже на учёбу у меня в ДГУ учусь на юридическом факультете. Когда объявили, что будут делать дуа, сказали собраться, ну я пришёл сразу. А во сколько вы ложитесь, чтобы в 4 встать и сюда попасть? Ну мне часов 5 хватает, в 7 часов могу лечь спать, в 8 и всё нормально вообще, чётко встаю. В 7 вечера? Да, да, да. Серьёзно? Ну в 7-8 часов. Просто чем раньше встаёшь, тем настроение лучше. Типа ты понимаешь, что ты встал раньше остальных людей, что вот это утро ты встречаешь. И у тебя, по сути говоря, вдохновение, когда ты видишь этот восход солнца, никто его не видит, ты видишь. Понимаешь, что ты, получается, быстрее всех успел это всё сделать. У тебя времени ещё полно, чтобы сделать свои дела. В последнее время начал серьёзно в этом задумываться, то, что утренний намаз как бы не было, это серьёзная тема, тем более, что в мечети его совершать намного приятнее, на душе тоже более такое приятное ощущение остаётся после джамат-намаза утренела. Ну, Лисам, вот вы, в принципе, из последних выходите, что вы делали в мечети? Зикры читал, все салаваты читал и остальные славословия Всевышнего. Действенность дуа, молитв, поклонения и всего того, к чему призывает ислам и духовные наставники, показали свою эффективность. А вот деструктивность мятежной толпы видим на снимках бедственного состояния, в котором сейчас находится Махачкалинский аэропорт. Не говоря уже о подпорченной репутации региона. То, что начинается с маленьких разрушений, ничего, кроме ещё больших разрушений, принести не может. Вот это митингами хотят некоторые люди вопросы решать. Митингами, чтобы вопросы решили, нигде не написано. Вопрос можно решить совместно, обращаясь к голове города, региона, кому угодно. Если, конечно, кто-то скажет, они же недоступны. Когда нам нужно, они доступны нам. Мы же любой выход находим через соседа, двоюродного брата, сослуживца. Мы же находим выход. Объединить, сплотить дагестанцев на созидательном начале много лет к этому призывает Муфтият Республики. Мероприятием, которое объединяет, после которого остаётся благодать, является не только утренний намаз, но и вечер дуа, который в последние годы проходит в крупных масштабах. Об этом в ходе своей недавней встречи с журналистами говорила и советник Муфтия Айна Гамзатова. Муфтият, как вы знаете, уже инициировал такого рода мероприятия во всех мечетях Дагестана. Их у нас более двух тысяч. И ежедневно, после каждого намаза, джаматы, которые там собираются, все желающие, которые могут примкнуть к этим молитвам, по месту жительства там, по месту пребывания на данный момент, они все могут за имамом совершить коллективные намазы, плюс сделать дуа. У нас после каждой пятничной молитвы время посвящено дуа за мусульман Палестины. Это несомненно, но сказать, что мы бы планировали такое вот республиканское мероприятие, пока нет. Но можно обсудить и можно над этим подумать. В телеграм-канале Айны Гамзатовой запущен опрос о необходимости проводить вечер дуа. Во всех мечетях по районам и городам республики. Айша Тухаева, Шамиль Хиресулаев, Халид Ахмаев, Дауд Гасанов. Новости ННТ, Махачкала. И к другим темам. В Махачкале продолжают бороться с нарушителями правил дорожного движения. ГИБДТ по республике регулярно проводят рейдовые мероприятия. Незаконная парковка, пленочные покрытия, отсутствие номерных знаков. Основной упор при проверке сотрудники госавтоинспекции делают на эти правонарушения. К административной ответственности уже привлечены около 400 автовладельцев. И о погоде. Ноябрь будет теплым. Синоптики республики прогнозируют в приморских районах выше 15 градусов тепла. Как сообщил начальник регионального гидромедцентра Абдулгалим Дадашев, дневные температуры останутся плюсовыми до конца месяца, но заметно прохладнее станет в третьей декаде ноября. Столбик термометра будет ниже 10 градусов в отдельные ночи, близкими к нулю. Похожая картина ожидается и в горах Дагестана. Первая половина ноября будет преимущественно сухой, затем прогнозируются уже дождливые дни. С золотом из Албании в родной Дагестан. В аэропорту Махачкалы встретили победителя молодежного первенства мира по греко-римской борьбе Магомеда Муртузалева. В городе Тирана классик стал лучшим в весе до 87 килограммов. Встречать спортсмена приехали его самые преданные болельщики и наша съемочная группа. Слова Курбану Рагимову. Пришел, увидел и победил золото на первенстве мира. Первый крупный успех в копилке Магомеда Муртузалиева. К триумфу 22-летний классик шел большую часть своей жизни. Многолетний труд окупился. Воспитанник столичной школы греко-римской борьбы принимает поздравления. В аэропорту собрались его близкие родственники и друзья. Я думаю, это такой большой скачок для меня. Первый результат для меня большой. Цель, конечно, у каждого борца, если вы спросите, это Олимпийские игры. И все настраиваются туда. Если даст Всевышний, то мы будем тренироваться и идти к своим целям. И звонки бывают, и смс-ки. Это очень сильно мотивирует. То, что я даже сюда пришел, очень приятно, что столько родных, близких пришли. И тренеры, и все. На первенство мира в Албании Муртазалиев выиграл пять встреч, в том числе над действующим чемпионом Европы среди взрослых, венгром Иштваном Такачем. Теперь тренеры всерьез говорят о шансах молодого классика побороться за путевку на ближайшую Олимпиаду в Париж. Но лидерство в весе до 87 килограммов ему, в том числе, придется оспаривать со своим товарищем по команде Миладом Алирзаевым. Я думаю, это как раз тот момент, когда он поверил в себя. По Всевышнему у нас все получилось. Вот трудолюбие, настойчивость и дисциплина, она в любом случае приводит к результату. Всевышний не оставляет без результата. Вот это у него есть, в этом присутствует. Он слушается старше, слушается тренировок. Будем двигаться дальше. Сейчас впереди Олимпиада. У нас два очень серьезных спортсмена в весовой категории 8-7 килограмм. Ну и, я думаю, уже предписано Всевышним, кто туда попадет, кто сильнее, кто достойнее и щелла попадет туда. Этой победой Магомед Муртазалиев поставил жирную точку в уходящем сезоне. Успех классика послужит хорошим вкладом в новый этап развития греко-римской борьбы в регионе. Молодец, прекрасно отборолся. Вчера Михаил Геразович дал высокую оценку, что хорошо боролся, бился. Развитие греко-римской борьбы у нас еще больше подрастает. В этом году во всех весовых категориях наши ребята уже боролись на всех пяти возрастах, на первенствах Европы и мира. И довольно-таки очень хорошо боролись. И я хочу сказать, развитие греко-римской борьбы повышается. Муртазалиев в борьбе с восьми лет. Ответственность и дисциплина всегда отличали его от сверстников. Тренировки не пропускал и верил, что однажды выиграет золото крупного турнира. С таким подходом к делу не за горами и новые большие успехи. Переживаю, конечно, сильно. Это только отцу понятно будет, насколько переживает. Вообще, конечно, он уже где-то 15-16 лет сам понял и решил профессионально заниматься этим. И мы помогали ему только. Тренеры сами с ними работают, а я чем могу, помогаю, настраиваю его. Он сейчас еще в пути. Он еще в пути. Он, мне кажется, пойдет дальше. До Олимпиады, до Олимпиады. У него цель свой. До Олимпиады идти. После небольшого отдыха борец вернется к тренировкам. Следующий старт – рейтинговый турнир в Хорватии. Он пройдет в начале 2024 года. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ. И на этом у меня все. Мы следим за развитием событий. В студии была Патимат Ханапова. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин